Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, как и всегда, мы вместе анализируем события, которые на финансовых рынках происходят, смотрим, как эти события влияют и повлияют в целом на те активы, которыми мы спекулируем. Также обращаем внимание на события, отчеты, запланированные, собственно, к выходу. Статистика традиционно разбирается нами. И все это для того, друзья, чтобы мы имели максимально приближенное к реальности представление о тех изменениях, которые могут произойти в плане трендов, ключевых идей торговых, рынка Форекс, фондовых инструментов и не только сырья. То есть, всего того, на что мы обращаем внимание буквально каждый день. Итак, долгожданная торговая сессия среды. Буквально несколько часов нас отделяет от заседания Банка Канады. В 17.00 по московскому времени сегодня канадский регулятор будет пересматривать процентные ставки. Важное событие. Очень неоднозначное, собственно, сейчас в плане ожиданий, представлений о том, что может быть по факту решения. Станет ли Банк Канады повышать процентную ставку, либо все-таки предпочтет сохранить ее на прежнем уровне. Мы сейчас об этом обязательно поговорим, но я уверен, что те из вас, кто регулярно присутствует на брифингах, знают, с каким трепетом я отношусь к канадцу и знают, чего, в принципе, я надеюсь дождаться в плане активности Банка Канады. И какое решение может быть принято и как, разумеется, оно отразится на динамике канадца. Дальше у нас по хронологии текущей торговой сессии. В 17.30 запасы нефти в США тоже очень важный отчет, хотя даже без статистической поддержки мы с вами, друзья, сейчас как медведем на коне. Нефтянкость снижается и делает это довольно активно. Уже ниже 77 долларов за баррель, я думаю, что рукой подать и до поддержки в 70 долларов за баррель. Надеюсь, что вчерашняя динамика явно уже расставила все точки над И и заставила изменить свое представление многих трейдеров, которые считали, что последнее откатное движение, скажем так, нефти носило чисто коррекционную природу. Я надеюсь, что вы все понимаете, что такое тренд и адекватно можете и способны оценить, сколько потеряла нефтянка со своих максимальных уровней. И та цифра, на которую вы, собственно, выйдете, это явное доказательство того, что мы уже работаем с нисходящим трендом, который будет продолжен. Это наша с вами, друзья, долгосрочная ставка, расчет, которого мы придерживались очень давно. Я лишь хочу поздравить тех, кто все-таки дотерпел до вот этой распродажи, дождался, скажем так, и сейчас вот нам приходится лишь постоянно переписывать вот эти локальные минимумы. И, может быть, ставить даже для себя другие ориентиры по тому, куда нефть может добраться дальше. То есть, насколько ниже может быть это дно, которое в перспективе, конечно же, достигнет нефтянка. 18.15 возвращаемся снова к канадцу, потому что через, получается, час 15 после того, как канадский регулятор пересмотрит процентные ставки, состоится пресс-конференция главы Банка Канады Стивена Полоза. Он будет говорить и объяснять решения, которые, собственно, последуют, и будет прогнозировать те изменения, которые способны произойти с монетарной политикой Канады на ближайший год-два. Мы обязательно дождемся его выступления, разберем тезис на входе, собственно, завтрашнего брифинга. То есть, пользуясь случаем, друзья, я с большим удовольствием вас всех приглашаю снова на прямой эфир, который состоится, как и всегда, в 9.30 по московскому времени, собственно, без опозданий, как мы стараемся делать это всегда, выходим в эфир через приложение Перископ. Если есть возможность, если есть желание послушать и понять, что же произойдет сегодня на финансовых рынках с точки зрения решения канадского регулятора, собственно, жду вас завтра в прямом эфире. Собственно, вот эти три важных события, на которые мы сегодня делаем очень большую ставку. После того, как закончится торговая сессия среды, выдохнуть нам, друзья, не представляется возможным дальше, потому что тут же мы будем наблюдать, как эстафету примет уже Европейский Центральный Банк, тоже пересмотр ключевых процентных ставок, тоже пресс-конференция и очень серьезное воздействие на курс европейской валюты. И, как я уже сказал, в пятницу нам тоже вряд ли удастся отдохнуть, потому что в пятницу очень много интересной статистики по США, по доллару. Это темпы экономического роста, индекс расходов на личное потребление. Даже не знаю, какой из этих индикаторов может иметь большее воздействие на доллар, хотя, скажем так, что раз они выходят в одно и то же время, мы, наверное, не будем их разделять в плане того, что какой-то отчет сильнее, будет воздействовать на доллар какой-то меньше. Вкупе они определят действительно динамику доллара под закрытие торговой недели. Ну а теперь давайте вернемся к нефти, которая продолжает снижаться. 76,38, собственно, это закрытие торговой сессии минувшего дня. 76,52 мы видим котировки сейчас. Небольшая коррекция восстановительная. Это нормально, друзья. Может быть, котировки вернутся снова в район 78. Это тоже, наверное, неизбежная часть в плане и коррекции технической после серьезных ралли, которые случаются накануне. И это лишь еще одно подтверждение, что любой тренд, каким бы он ни был, он все равно представляет собой регулярную борьбу продавцов и покупателей. То, что быки могут перехватить инициативу, я допускаю, но ненадолго. Это никак не влияет на нашу долгосрочную картину, друзья. Поскольку мы с вами настолько тщательно проанализировали весь фундамент, тотальный фон по нефтянке, что не знаю, что должно произойти, чтобы мы изменили нашему подходу, который предполагает важность, необходимость продаж всего рынка черного золота и всего, что имеет отношение к нефтянке. Причины агрессивных распродаж, которые мы увидели накануне, можно сказать, это и общее нежелание трейдеров рисковать. Я допускаю, потому что мы видели, как активно снижались фондовые рынки мировые. И традиционное поведение трейдеров, когда возникают панические настроения, что нужно делать и уходить в защиту, держать подальше от риска. Нефть, если рассуждать категориями того, защитный инструмент или инструмент, относящийся к категории рисков, вы знаете, что нефть – это представители, скажем, активов, относящихся к риску. Может быть, это недалеко определяющая причина снижения, но все-таки мы должны признать, что на рынке сейчас явно преобладают настроения, которые никак не могут быть связаны с оптимизмом и с интересом в отношении риска. А вот теперь, что касается общего фундамента, который актуализирован последними комментариями Саудовской Аравии о том, что они планируют увеличить нефтедобычу для того, чтобы сохранить баланс на рынке нефти. И, наконец-таки, фигурируют цифры. Раньше мы говорили только лишь о комментариях, сейчас уже рост предполагается до 11 миллионов баррелей. Чтобы вы понимали, с текущего показателя 10,7 – это примерно на 300 тысяч баррелей. Также Саудовская Аравия выступила с инициативой заключения дополнительного, бессрочного соглашения о взаимодействии, которая позволит и Саудовской Аравии, да и в целом участникам ОПЕК+, менять показатели нефтедобычи, повышать и снижать без дополнительного согласования через встречи ОПЕК, которые четко реалиментируются и проходят очень редко. Но мое личное наблюдение, это соглашением особенно-то и не нужно, потому что Саудовская Аравия, в принципе, всем своим последними своими действиями явно доказывала то, что они не ориентируются ни на какие сроки и договоренности. Когда нужны, когда считают нужным, они увеличивают производство нефти. И, в принципе, нефти даже об этом отчитываются. Но когда до нас доходят эти цифры, мы понимаем, что что-то с балансом реально произошло. И представители ближневосточного картеля, насколько бы они не хотели создать иллюзию того, что они соблюдают обязательства не превышения роста нефтедобычи определенного лимита, регулярно все-таки нарушают эти обязательства. Дипломатический скандал США и Саудовской Аравии тоже остается в центре внимания. Уже говорят убийства, сейчас определяют мотивы, намерения, было ли оно спланировано. Ну, фигурирует действительно Саудовская Аравия. И часть представителей администрации, элиты, скажем, политической США, законодателей, в частности, призывают Трампа ввести или рассмотреть хотя бы возможности санкции против Саудовской Аравии. Пока что Трамп сохраняет статус-кво, собственно, не проявляет агрессию. Мы, опять же, связывали это с тем, что очень он заинтересован в сохранении очень тесных партнерских торговых отношений с Саудовской Аравией. Возможно, этих санкций не будет. Да и плюс ко всему, буквально несколько дней нас отделяют от санкций против Ирана, точнее США от санкций против Ирана. Может быть, они предпочтут сейчас не распыляться на несколько таких фронтов одновременно. Резюмируем, друзья. Фонд «Тотальные медвежья». Сегодня, к тому же, у нас запасы, которые растут 4 недели подряд уже. Эта неделя, точнее, отчет по итогам прошлой может стать пятой недели подряд. Причины, вы знаете, это слабый внутренний спрос, закрытый летний сезон тоже автомобилистов, когда потребление топлива традиционно увеличивается в разы по сравнению с другими сезонами. Также, еще, собственно, ряд причин, из-за которых мы с вами традиционно говорим, ну, не традиционно, а сезонно говорим о риске накопления запасов. Это даже закрытие на техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов. Все это по-прежнему так. Поэтому я жду сегодня прироста запасов, друзья. Я жду, что нефтянка окажется под еще большим опрессом. Вчера Американский институт нефти сообщил о резком росте запасов, ну, почти на 10 миллионов баррелей. Вы представляете, насколько это много? Это один из максимальных, вообще, показателей, которые мы видели с начала 2018 года. Повтори, даже хотя бы в половину, скажем, этот отчет администрации на политической информации, то есть сообщи о приросте запасов на 4-5 миллионов, это будет достаточно, чтобы уже создать мощнейший импульс для коррекции нефтянки, чтобы Brent улетел ниже 75 долларов за баррель. Давайте ловить, друзья, это снижение. И сделка селл-стоп с отметки 76.10. Рубль, понятно, ждет сегодня не самое радужное открытие российскую валюту после такого обвала. Поэтому, как минимум, день мы сегодня будем фиксить, наверное, в районе 66,5. Но завтра уже актуализируем фундамент. Евро против доллара находится европейская валюта в целом под давлением, ниже отметки 1.15. В центре внимания трейдеров остается обсуждение проекта бюджета Италии. Вчера мы очень много дискутировали на эту тему о том, что, скорее всего, Европейская комиссия предпочтет не допускать прецедента принятия дефицита, который превосходит нормативы, необходимые для соблюдения всеми странами Европейского Союза. Это был очень правильный подход, друзья, потому что исключений быть не должно. Очень нездоровая практика бы в связи с этим сложилась. И мы говорили о том, что Еврокомиссия может просто отклонить этот проект бюджета. Так оно и произошло. Вчера это решение было принято. И я считаю, что это несколько, может быть, возмутило даже итальянское правительство евроскептиков. Поэтому почему бы им снова не поднять вопрос так называемого «Италькзита», то есть выхода из состава Европейского Союза, если Еврокомиссия, если Европейский Союз не хочет считаться с теми решениями, которые принимаются непосредственно в рамках итальянского правительства. Кстати, это действительно первый прецедент. Долго действует такая практика, когда страны Европейского Союза передают Еврокомиссии проект бюджета на согласование. Ну, лет 10, наверное, точно этой практики есть. И, соответственно, исключений никогда не было, потому что Европейская Еврокомиссия обеспечивает стабильность всего валютного блока, поскольку Еврокомиссия способна адекватно оценивать способности отдельных стран справляться с определенными долговыми обязательствами. И вот в данном случае, раз проект отклонен, значит, был проведен, я надеюсь, грамотный, тщательный анализ, в результате которого пришлось прийти к выводу о том, что такого роста бюджета, дефицита бюджета и последующего повышения долговой нагрузки Италия просто не выдержит. И чтобы не приходилось впоследствии спасать Италию, как и Грецию, что тоже сейчас очень проблематично, учитывая кризис ликвидности, Еврокомиссия действует на опережение, сразу же создавая рамки, в которые нужно загнать всех. Но с одной стороны это правильно, может быть, с другой стороны это не совсем правильно. Возможно, сейчас в свете очень непростых экономических времен можно было бы делать какие-то послабления и исключения. Но Еврокомиссии ведь нет. В результате, друзья, что у нас будет дальше? Три недели есть у Италии, чтобы пересмотреть проект и снова поставить его, Еврокомиссии, на согласование. Если этого проекта не будет, и если он не устроится в течение трех недель, то тогда ждут дисциплинарные меры. Я не знаю, о каких воздействиях может пойти речь, потому что, еще раз повторюсь, прецедента еще не было. Но будет интереснее вдвойне понаблюдать за тем, что произойдет. Напоминаю, друзья, что Италия, да, очень важная тема, почему евро мы скидываем. Плюс ко всему у нас еще на носу практически заседание Европейского Центрального Банка и в свете последнего решения Еврокомиссии, в свете по-прежнему отсутствующего прогресса по Брекситу, я думаю, что Европейский Центральный Банк сделает заявление о том, что они не будут торопиться с ростом процентных ставок. Выводы здесь напрашиваются сами собой. Нас ожидает очень интересное закрытие европейской валюты этой недели и с большой долей вероятности евро мы будем наблюдать гораздо ниже текущих значений. Фунт против доллара тоже под давлением 1,2984 сейчас котировки. Вчера Европейский Союз сделал предложение Англии о том, чтобы рассмотреть возможность отдельного соглашения вне обсуждения Брексита, торгового характера, но с сохранением подвешенным вопроса о границе с Ирландией. Это, я думаю, все равно, скажем, эта инициатива поддержана не будет, поскольку среди, опять же, сторонников, скажем так, жесткого Брексита, а может быть и не только жесткого Брексита, прежде всего, им нужна конкретика по физической границе с Ирландией. И раз ответа на этот вопрос до сих пор нету, как минимум, в лучшем случае, что мы в ближайшее время увидим, это не какие-то дополнительные соглашения, а лишь продление переходного периода. Хотя мы вчера говорили о том, с какой критикой, в принципе, это приложение было встречено однопартийцами Тереза Мэй. В общем, так же, как и было день назад и неделю назад, ситуация с Брекситом не меняется, она только усугубляется. Это и причина, из-за которой мы так плохо смотрим на перспективу фунта. Ждем, собственно, пару ниже отметки 1.29 и ближе к уровню 1.25. Доллар иена 112.61 без изменений, даже такие вялые, надоедающие торги. Друзья, надо дождаться пятницы, когда выйдут отчеты. Я думаю, что отчеты по штатам, может быть, уже завтра, когда Европейский Центральный Банк будет пересматривать параметры денежных и политических движений, пойдет более интересный. Но согласитесь, видеть вялые торги с постепенным последовательным ростом по доллару лучше, чем видеть интенсивный обвал американской валюты. Поэтому я предлагаю сохранять длинные позиции и ждать доллар и иена, как и раньше, выше отметки 113. Американский фондовый рынок валится, но по-другому никак не скажешь. Да, удалось Америке восстановиться с донных уровней, которые были зафиксированы в рамках дня, чуть раскорректироваться, но в сути дела это не меняет. Наш с вами Dow USA30, лоу вчера 24 тысячи пунктов, 751. Уверен, что многие пофиксились, хорошо заработали. Я держу позицию, потому что жду теста и 24 тысяч пунктов. Что притопило Dow и NASDAQ и S&P? Обвал сектора энергетики, обвал технологического сектора, разочаровывающий, собственно, данные результатов квартальных отчетов. Вот если брать за основу анализа то же самое S&P, прибыли компании выросли на 22%. Это из тех компаний, которые в среднем сейчас рассчитались. Это хуже, чем, друзья, мы видели в прошлой квартале. В общем, разочарование сезона квартальных отчетов уже оказывает влияние на то, что происходит на американском фондовом рынке. Впереди у нас гиганты отчетности. Это Amazon, Alphabet, Intel, Microsoft. Если кто-нибудь даст слабину из них, будем наблюдать еще больше опла. В общем, мы сохраняем короткую позицию и по американским фондовым индексам. По австралийцу снова мы вернулись в район 0,71. Друзья, снова нам приходится ждать возобновления нисходящей динамики, возвращения приближения хотя бы к поддержке 0,70. Но уже смирились с тем, что сигналы слабости экономической со стороны Китая вырисовывают только одно будущее для австралийской экономики. Для австралийца это быть более дешевой валютой. По новозеландцу тоже пока без исключения. Замерли мы на отметке 0,6550. Кстати, те, кто еще не купил из вас, друзья, рекомендую сделать это сейчас. Есть возможность урвать там как минимум 100 пунктов. Возможно, даже до конца этой недели. Евроканадец. Я позволил себе буквально вчера сказать, что эта пара может стать самой интересной в рамках недели. Все так, друзья, мы сохраняем селл по этому тандему активов 1,4991. Сейчас уверен, можем легко добраться до уровня 1,47. На контрасте политик к ожидаемой повышения ставки в Канаде и напротив подтверждение сохранения мягкого экономического режима в рамках ЕЦБ. Ну, вывод здесь напрашивается сам собой. Доллар канадец в целом 1,3077 сейчас котировки. Goldman Sachs разделяет вместе с нами позицию того, что, несмотря на провальный отчет по инфляции, Банк Канады все равно будет опираться на более широкую, сильную экономическую картину, хорошие показатели экономического роста. И все-таки наличие тенденции, восстановительной для инфляционных ожиданий. Даже несмотря на то, что вот в пятницу минувшую этот отчет подвел нас в том числе, но сейчас его называют больше статистической погрежностью. Я склонен полагать, что это действительно так. Ну, так сильно картина не менялась. Очень давно буквально одним отчетом. Возможно, следующий индекс, который мы будем анализировать через 3 недели, выровняет, сгладит вот эту картину ненормальности, которая сейчас образовалась. Но это не скоро. Гораздо раньше у нас заседание канадского регулятора. Это сегодня в 17.00 по Москве. Я считаю, что Банк Канады поднимет процентную ставку на 25 байсных пунктов. И это должно стать хорошей площадкой для того, чтобы мы заработали на укреплении канадца. По, кстати, доллару канадцу предлагают сделку сегодня селлимит с отметки 1.31.20. Будем ловить, друзья, ниже уровня 1.30. Пару сегодня. Думаю, что движение могло заблуждаться, но должно превысить точно одну фигуру. Может быть, даже, оказывается, в районе 150-200 пунктов. Но потому что очень серьезные события. На этом, собственно, все. Хорошая вам торговая сессия. Как и всегда, друзья, контролируйте риски. Очень важно. Движения сегодня будут по канадцу интенсивными. И нужно по возможности изначально минимизировать все потенциальные убытки, которые вы можете понести. Ну, а убытка не будем говорить. Хочется заработать. Как это можно попробовать сделать, я уже рассказал. Увидимся, друзья, завтра в 9.30 по Москве. И будем обсуждать то, что продемонстрирует нам сегодня канадец. Уверен, будет интересно. Всего доброго. До свидания.